Я бы хотел подключить нашего постоянного гостя, известного журналиста Сергея Асланяна. Сергей, приветствую. Добрый день. У нас, конечно, сегодня весь день в эфире мы обсуждаем то, что происходит с похоронами Алексея Навального, всю эту трагическую историю. Сергей, ты сам видел трансляцию, что происходило в Москве? Я смотрю за камерами тех людей, которые пришли, которые выкладывают это в своих частных аккаунтах. Когда у тебя есть такая возможность, кого ты знаешь, то есть когда твои пошли туда, то видишь вот эту неприкрытую, абсолютно не отредактированную съемку, когда до горизонта, когда огромное количество людей, в данном случае в кадре та же самая картинка, но вот с частных телефонов снятое показывает о том, насколько на самом деле Навальный был важен для страны, какое огромное количество людей его совершенно искренне любило. Жаль, что похороны всегда собирают больше, чем любое другое, какое бы то ни было активное действие, которое могло бы помочь Навальному. Хотя, когда его только-только посадили, была волна народного негодования, она прокатилась до Дальнего Востока, и по городам было огромное количество акций. Ни одна из них по масштабу не была сопоставима с тем, сколько людей пришло на похороны. Мы знаем особенность эту и людскую, и российскую, когда над гробом рассказывают о том, каким он был хорошим человеком, вместо того, чтобы при жизни сказать ему это. И как-то оказаться рядом, когда ты понимаешь, что он хороший, и тебе с ним по пути, так не просто поддержи его потом задним числом, а в момент его действия и необходимости ему очень важно было, чтобы за него вот столько людей, которые сейчас пришли на практически безопасное мероприятие, ну и, собственно, сделав его безопасным своим количеством. Чем больше людей, тем слабее власть, потому что понятно, что стольких ты не разгонишь, хотя это зависит от того, насколько власть закусит у дела. Но если бы все мы, вот так сейчас собравшись на похороны, в тот момент, когда Навальному нужна была конкретная поддержка, действия, собирались по его зову, у нас была бы другая страна. Ну, власть этому, с одной стороны, не препятствовала, с другой стороны, все время распространялись слухи, я думаю, что они не совсем беспочвенные, о том, что всех, что называется, регистрировали. Всюду установили камеры распознавания лиц, кто пришел, то есть, что называется, брали на карандаш. Несмотря на это, люди действительно не испугались и пришли. Просто вот что интересно, что я смотрю за реакциями на это среди россиян и среди украинцев, и реакции вот полярные. Россияне говорят, как много людей пришло, и вот ты сейчас сказал, как много людей пришло. Украинцы говорят, что даже такое событие не смогло вывести достаточное количество людей на улицы. Ну, я правильно понимаю твою позицию, что ты считаешь, что пришло много. Ну, учитывая, что прежние ситуации обычно сводились к соучастию в виде одноразовых и одиночных пикетов, когда людей, поддерживающих, в том числе и Навального, было по одному, и их можно было спокойно, как на конвейере, упаковывать, то когда собирается 100 человек для России, это уже много. Когда собирается тысяча человек, это рекорд. Когда собирается 3000 человек, это совершенно запредельно и неожиданно. Здесь собирается, ну, наверное, тысяч в итоге будет где-нибудь порядка 40-50. Для России это крайне редкая ситуация. С точки зрения украинцев, конечно же, мы видели, что и украинцев решительных больше, и огромное количество политических событий, которые совершались человеческими руками, они собирали больше людей. Украинцы в этом отношении более решительные, более понимающие, насколько от них это зависит, менее трусливые. Ну, а то, что в России из-под спуда выползло столько людей, то есть из щелей, из бомбоубежищ, из безопасных мест, с кухонь, вдруг, с диванов поднялось такое количество, по современным меркам, это очень много людей. Ну, а скажи, как ты объясняешь такую вещь, что, ну, за последнее время два самых массовых получилось политических действий. Одно это сбор подписей за Надеждина, другое это похороны Алексея Навального. При всей разности, естественно, поводов. Но, тем не менее, и то, и то, вот я пытаюсь там думать о том, что я бы делал, находясь в России в это время. Ну, наверное, я бы все равно бы пошел, ну, потому что я бы меня и так, что называется, знают. Но если бы меня никто не знал, я бы, скорее, не пошел на эти похороны, потому что это в значительной степени, ну, без какого-то ни было политического результата написать на себя донос властям о том, что вот я оппозиционер, и там у меня фига, по крайней мере, в кармане. То есть какое-то действие, которое может реально привести к каким-то переменам, какая-то серьезная протестная акция, которую несколько раз люди собирали, ну, даже то же самое движение матерей, да, которые там с СВО, ну, они многократно меньше по размеру, чем вот такое действие, которое на самом деле более опасно. Во-первых, система распознавания лиц в Москве была запущена в 2016 году, она полностью была готова, ее отработали в пандемию. Все уже забыли, как жили при пандемии, когда было нельзя выходить на улицу, когда одна собачка была на выгул всем вором по предварительной записи, для того, чтобы хоть 15 минут постоять на улице. И вот тогда уже она применялась серьезно, и если нужно было кого-то задержать, чем-то обвинить и вменить ему какой-то штраф, то она показала свою полную дееспособность. На самом деле, система распознавания лиц, она работала в Москве, ну, в 2012 году я ее просто себе проверял, она точно работала. Можно было абсолютно любого, не просто по портрету, но и по биографии, которая подгружалась из специальных ресурсов, определить, кто куда и в какую секунду, где перемещался. И вот эти все разговоры расследователей о том, как, например, они при помощи биллинга определяли траекторию того или иного человека, это все отсутствие доступа к государственной системе слежения, которая в 2012 году прекрасно совершенно показывала, имела такую возможность. И если нужно было где-то как-то определить местохождение человека, и в том числе посмотреть, был он на митинге, был он на каком-нибудь запрещенном мероприятии, то это даже не требует личного присутствия, хотя, конечно, оперативники приходят, просто потому что им идет зачет. Когда ты нафотографировал, а потом в докладе упомянул, что ты так или иначе идентифицировал, то есть оперативно проработался сотней с двумя сотнями людей, то после этого у тебя как минимум на одну лычку больше есть возможность уйти летом в отпуск в качестве поощрения. И вот эти два события, когда за Надеждиной ставили подписи, сейчас собрались на охраны Навального, в них общее то, что в отличие от активного действия и активной политической позиции, когда тебя призывают выйти на демонстрацию, протестовать, вот визуализировать свое несогласие. И есть так или иначе люди, которые предлагают политическую акцию. Вот на политическую акцию никто не идет. Здесь это ведь на самом деле в людях огромный запрос на протест. Им это все осточертело, и Путин им осточертел, и власть это осточертела. Но никакого варианта дальше кухни об этом так или иначе признаться самому себе и перед зеркалом сказать нету ни у кого. И вдруг два события, которые напрямую не политические. И с одной стороны в тебе уже кипит, а с другой стороны это два, что в них общего, полностью сию секунду, вот в моменте времени, безопасных проявлений твоего отношения к происходящему. Расплата будет непременно. Те, кто забыл учебник истории, они помнят, что расстрелянные в 1937-м обвинялись за действия, события, поступки, если таковые были, в 20-х, начало 30-х. То есть ты когда-то где-то на чем-то так или иначе допустил некий промах, который в те времена даже и не выглядел таковым, абсолютно безобидным был. А потом через 5, 7, 8, через 10 лет тебя за это взяли и расстреляли, придумав и нацепив одно на другое. То есть сову на глобус натягивать умели во все времена. И вот здесь Надеждин, у которого хорошая фамилия, и за ним больше ничего абсолютно нет, потому что все как-то забыли спросить у себя, откуда ты взялся, Надеждин? Почему мы раньше про тебя такого замечательного не знали? И, собственно, а куда ты делся потом? А вот как тебя достали из табакерки, немножечко помусолили и положили обратно камеру хранения до будущих времен. Но в людях уже все-таки вот искорка того, не то чтобы самой Надежды, но, по крайней мере, ощущения, что ну что-то я еще могу. Она позвала их встать в эту очередь, которая на самом деле идеальный расстрельный список. И все те, кто стоял в этой очереди, и все те, кто стоял в подписи за Надеждина, они будут репрессированы, потому что список до них уже готов. Остальным нужно еще придумывать какой-то состав, при грешении перед Родиной. А эти уже сами сказали, вот я, собственно, против, поэтому вот моя фамилия, вот мое лицо. И лица, конечно, были идентифицированы. И нынешний, в том числе, общественный очень мощный вариант присутствия людей на безопасной акции, он в качестве оправдания подразумевает то, что за похороны не посадят. Вот поэтому пришло бы столько людей. Если бы Навальный сейчас был бы жив и сказал, народ, идем к Кремлю и бросаем Путину в лицо, свои заявления, никто бы не пошел. Да, вот это вот абсолютно точно. Это абсолютно точно, и меня это очень, на самом деле, печалит, потому что, как говорится, поплачь о нем, когда он живой. И, ну, у меня было много политических разногласий с Алексеем Навальным, но, тем не менее, если предлагается какое-то осмысленное действие, надо его всегда поддерживать и надо идти. Но как-то люди реагировали на это совершенно по-другому. Давай обсудим еще одну тему в прошедшей неделе. Она все равно важная. Это прошедшее послание президента, пока еще Путина, федеральному собранию, где он, ну, в частности, говорил, что вот если там люди типа Макрона выполнят свою угрозу и направят солдат в Украину, то Россия может и нанести ядерный удар. Давай послушаем его слова. Все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Они чего этого? Не понимают, что ли? Ну, а вот начальник штаба обороны Великобритании Тони Радекин, он, наоборот, уверен, что Путин это только блефует. На самом деле он как раз не хочет войны с НАТО, потому что твердо уверен, что проиграет. Но вот как ты считаешь, вот эти вот очередные заявления там про ядерную войну и так далее, раньше все-таки Путин это больше Медведеву отдавал такого рода темы. А тут вот у него все это послание президенту было выдержано в тональности. Мы развяжем ядерную войну и, наконец, построим сортиры в российских селах. К чему это? Это очень эффективная практика, и Путин прекрасно знает ее результативность, потому что чем больше он грозит, тем больше его боится, например, Олаф Шольц. Шольц показал, что он абсолютно трус, и несмотря на то, что рядом с ним есть большое количество людей, которые, тем не менее, говорят, Олаф, танки мы все-таки дадим. Тем не менее. И танки приходят, и помощь есть, и украинских беженцев приютила Германия и даже дала им возможность не умереть в голоду, обеспечив пособие. Но при этом лидер нации очень слаб, и он искренне боится Путина. И вот когда появляется грозный Путин и кричит на него, как таракан еще топает ногами, то Олаф Шольц совершенно конкретно начинает показывать, что у него памперс уже переполнился, и его действительно страшно. И то, как бледно он выглядел, когда рассказывал про свои таврусы, которых он не даст, это было все-таки не той же самой картиной, когда Верещагин сказал, нет, ребята, пулеметы я вам не дам, потому что все-таки фигура Верещагина в кино была гораздо более фундаментальной, чем политика Олафа Шольца. И чем больше Путин ругается, чем больше он грозит, чем больше страхов он обещает, тем он видит больше испуг в глазах, в том числе Олафа Шольца. Значит, это работает. И когда Путин говорит о том, что в Украину, если ступит нога интервента, то его, конечно, путают, потому что Украина не его страна. И это уже Украине решать, кто именно на ее территории будет давать сдачи России. Но с точки зрения Путина, и тем более с точки зрения простого советского народа, ну, конечно же, Украина всегда была частью России, поэтому если в Украину кто-то пришел, так это он в Россию пришел. Ничего подобного. И тут, конечно, что называется, если мы вдруг возвращаемся в правовое поле, то чисто юридически у Путина абсолютно нет никаких оснований для подобных претензий. С чего ты взял, что тебе рассказывать о том, какая, например, должна быть коалиция, уничтожающая тебя. Советская армия, например, она совершенно спокойно взяла часть войска польского и пыталась взять Берлин при помощи союзнических солдат той самой армии, которая со временем стала социалистической польской армией. То есть мы помним «Четыре танкисты и собака» и помним «Танк Рудый». Они кто такие были? Они были поляки. А с чего это они вдруг? Кто вам позволил? Ну, тем не менее, ведь вот этот союзник, он же был сформирован. И точно такие же были национальные части, например, эстонцев. И замечательный фильм 1944-й, очень хорошая работа, где эстонцы рубятся против эстонцев, где идет война эстонцев дивизии СС и эстонцев советской армии. То есть вот это привлечение и появление иностранцев, решающих общую задачу на фронте, она является абсолютной практикой. Но Путин, конечно же, он все-таки историк средневековья, он прекрасно знает, что там у Хана Батыя, какие претензии к нему, но он не помнит по Второй мировой войне, потому что, судя по всему, прогулял в университете эти лекции. Ему кажется, что это неправильно. Украине решать, что правильно. И если Европа наконец-то заговорила, пусть так нелепо, так странно и с подачей Макрона невнятно, когда невозможно было понять, что он имел в виду, тем не менее дискуссия запущена. Если раньше об этом не говорили, то теперь об этом говорят. Теперь уже по этому поводу есть Путин. И Путину страшно, потому что Путин у НАТО не выиграет. Другое дело, что Путин, в принципе, пока еще не знает самую страшную тайну НАТО. Он не знает, что никаких войск НАТО не существует. Ему кажется, что действительно, если есть штаб-квартира в Брюсселе, и там есть Ген Столтенберг, то это какая-то сила. Нет, это не сила. И никаких войск НАТО не существует. Есть просто бумажки, согласно которым есть инвентарные номерки вот у этого, у того и еще вот этих вот троих. И когда дело доходит до дела, то будет разве что там очередной Рамштайн, совещание и большое количество многозвездных генералов сядут вырабатывать общую стратегию. А в этот момент Путин уже будет крушить, громить и кромсать. Но сам об этом не знает, проверять он не хочет. По численности общие войска НАТО, это порядка 5-6 миллионов, в зависимости от того, кто как считает. 6 миллионов армии – это много. Тем более такой хороший. И у Путина столько нет, столько есть только у Китая. Поэтому проиграть в прямом будет столкновении. Совершенно понятно, кто проиграет. Россия проиграет. Не хотелось бы. Но посмотрим на Олафа Школьца. Он же в обмороке. Он же в ужасе. Значит, продолжаем нагнетать, именно потому, что часть лидеров в это верит. Ну, ты знаешь, мне кажется, что если вдруг это реально случится, я не очень верю пока, что это выходит за рамки риторики, вот то, что говорил Макрон. Но если это случится, это на самом деле может быть таким противоядием против плана, который мы у нас на канале неоднократно озвучивали. И он реально существует в Москве. Такой военной провокации против одной из стран Балтии или Польши. Когда вроде как и не наступление, но в то же самое время основание для использования пятой статьи устава НАТО о взаимопомощи. А тут, соответственно, ничего как бы не происходит. Ну и вроде как НАТО естественным образом после этого исчезает за ненадобностью. А вот если эти подразделения там французские, литовские, эстонские, датские, голландские, кто там еще про это говорил о том, что он этого не исключает, окажутся уже в Украине, то уже как-то, то есть, вот такой вот провокацией в направлении Вильнюса вроде как и не можно будет достичь успеха. Что ты думаешь? Ну, естественно, мы помним, что Бисмарк предупреждал в ответ на ваш четко выстраданный план Россия ответит своей непредсказуемой глупостью. Поэтому, как бы мы не пытались здравым смыслом взвесить те или иные позиции, у Путина, поскольку у него голова все-таки российская, не как у Бисмарка, у него будет что-то другое. И в том числе, безотносительно, ступила ли нога натовского солдата в пределы украинской земли, когда он захочет, он нападет. И он обязательно нападет, потому что в планах у него это было. Тем более, ну, там, Сувалкинский коридор, например, почему бы не пробить сухопутный проход к своему родному Калининграду. Для этого не требуется никаких оправданий, для этого не нужно, чтобы был какой-то повод или причина. При том, что все как-то по сию пору все-таки еще пытаются предположить себе войну как очень наглядное действие, когда победа — это флаг над Рейхстагом. Ничего подобного. Война — это процесс. Не выигрывает в Украине, но он же этот процесс не прекращает. Он, на самом деле, и не добьется победы, и у него есть уже такое ощущение, что, наверное, сложновато, и надо договариваться по поводу захвата оккупированных территорий, чтобы они были отчуждены в пользу России, потому что дальше-то пройти не получится. Но из этого не следует, что Путин не развяжет следующую войну, например, не нападет на Литву и на Польшу. Во-первых, потому что он прекрасно знает, что в ответ на удар по Сувалкинскому коридору ничего не произойдет. Тем более все побоятся, если это будет не именно пехотное присутствие, когда танки поехали и кавалерия поскакала. Вот то, чего ждут люди на диванах, что Путин взял, построил войска, и они колоннами двинулись оккупировать. Ничего подобного. Вот то, что еще летает, там, кинжал какой-нибудь, там, сармат какой-нибудь, вот это и полетит. И поскольку чисто физического присутствия и пересечения государственной границы российскими войсками не будет, то, например, откуда-нибудь, там, из Белоруссии или из России прилетела ракета по Сувалкинскому коридору. И как это было с Польшей, которая три раза провалила экзамен, уже трижды нарушалось воздушное пространство Польши, Польша трижды разводила руками и говорила, ой, что это? И когда первая ракета ударила по Польше, и когда два белорусских вертолета залетели в Польшу, и когда под Новый год, вот сейчас в декабре, прилетела еще одна ракета, поляки сказали, ой, это говорит о том, что ПВО у Польши нет, и как бы Польша не была союзником и помощником Украины к войне, она не готова. Значит, она не готова будет и впредь. И никакое НАТО к этому моменту в себя не придет. НАТО соберет совещание. Где-то там будет какая-то резолюция. Никто не двинется, потому что Россия ударила ядерным потенциалом, снесла пол Польши, уничтожила Литву. Но это произошло с территории России. Значит, по правилам контрбатарейной борьбы ты должен ударить по территории России. И вот та же самая Германия, Англия, Франция, они видят, что уничтожают Польшу, но при этом физического присутствия русского солдата на территории Польши нет. Поэтому нужно по территории России ударить. Никто этого не сделает. Вот никто. Ни одна страна НАТО этого не сделает. Ну, смотри, сделает, не сделает. Но вот такое ощущение, что после этого выступления Путина прошла там какая-то команда в их среде пропагандистов. Во всяком случае, и Симонян, и Соловьев там все больше говорят на эту тему. Давай посмотрим. Первое, что надо сделать, это сместить Британию. Я, может быть, за то, чтобы Палон-то, ну, ядерной бомбой шлепнуть. Слушай, просто тереть лица земли. Стереть лица земли! И уничтожить нахрен прибалку. А что, и меня спрашивают, а что будет с Грузией, что будет с Грузией? Что будет с Грузией? В Грузии или они угомонятся, или не будет никакой Грузии. Поэтому, боюсь, это будет просто несколько, может быть, точечных, а может, и не очень точечных, ударов под Белиси. Контроль над Черным морем должен быть в руках русской армии и флота. А Болгария, Румыния, то что... Как ты договариваешься? Это не те державы, с которыми имеет смысл сюсюкаться. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Ну, вот так вот, шарахнем, в общем, они говорят. Но это понятно, что это бряться не оружием. Давай вернемся к теме послания президента, потому что, ну, как бы к этому ни относиться, не относиться к Путину и так далее. Все равно именно на послании президента он рассказывает, что он реально собирается делать. И это как бы задание, которое он дает федеральному собранию, парламенту, правительству на следующий год, намечая, какие основные решения он должен при этом принимать. Давай посмотрим итоги этого послания президента. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывают гордость. Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем. Именно так, всем миром, мы не только заставили отступить смертельную угрозу глобальной эпидемии, эпидемии совсем недавно, но и показали, что в нашем обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. И сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплоченности, преданности родной стране, ответственности за ее судьбу. Эти качества четко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда ее поддержало абсолютное большинство российского народа. Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага. Ну вот, Сергей, заключение нашего разговора. Что ты думаешь после этого послания? Какие-то выводы мы вообще должны сделать? Или это чисто предвыборный ролик к 17-му числу и после этого оно будет забыто, а реально его политика не будет иметь отношения к тому, о чем он говорил эти два часа? На самом деле, то, что он говорил, тем более в этом фрагменте, я все время конспектировал, это называлось материалы 26-го съезда КПСС, речь товарища Брежнева, я сдавал по этому зачет. Да, все то же самое, единственное, там чуть географические привязки другие. С точно такими же последствиями, как и товарищ Брежнев на трибуне 26-го съезда КПСС рассказывал, обещал и гарантировал, что это произойдет. Обычная практика, да, собственно, до этого сколько было съездов кремлевских, вот теперь они просто по-другому немножко выглядят, тут более, эти люди стали более голубыми, в плохом смысле этого слова, раньше было все кубачевое, раньше все-таки съезд КПСС в красный цветок был, сейчас вот в таких. Все, больше никакой разницы нет, серьезно это обращать внимание, вот эти вот разговоры о сплоченности, о том, как мы всех и вот целый мир, ну, слушайте, как вы всех, да никак. Да, к сожалению, к этому трудно что-то добавить. Спасибо тебе большое, Сергей Асланян, известный журналист, ведущий Ходорковский лайф, был у нас в эфире, сегодня такой грустный, трагический день. Спасибо тебе большое, Сергей, что подключился в наш эфир. Спасибо.